Мы закладываем в сознание фундамент лучшего будущего. Нам важно, чтобы он стал прочным. Подарите эти минуты себе. Вы сможете увидеть, а что дальше. Новый скандал с так называемыми инфо-цыганами. Создательницу марафона желаний Елену Блиновскую задержали 27 апреля на границе с Белоруссией. В тот момент, когда она пыталась покинуть страну. Против нее возбудили дело о неуплате налогов на 918 миллионов рублей и отправили на допрос. Кто такая Елена Блиновская и чье желание наконец исполнилось? Елене Блиновской 41 год. Она родилась в поселке Апарин на Кировской области, а выросла в Ярославле. Там же получила образование экономиста, встретила будущего мужа и занялась бизнесом – организацией свадеб. Выйдя в декрет, Блиновская сосредоточила свою активность в соцсетях. Так она начала проводить вебинары про материнство и тайм-менеджмент. По сути, в инфобизе может быть задействован человек из любой точки планеты. Будь то маленькое село, или Москва, или США, вне зависимости от того, где ты находишься, ты можешь получать достойную оплату, что, скажем, я считаю, для наших соотечественников особенно полезно. В этом случае мама-одиночке, находящаяся в селе, она может в один момент и заниматься детьми, и уделяя 2-5 часов в день получать 100 тысяч, 200 тысяч, полмиллиона, чего, естественно, она никогда бы не получила в своем селе. В 2015 году Блиновская провела первый марафон желаний в WhatsApp, где с помощью голосовых сообщений рассказывала, как правильно загадывать желания. С тех пор ее марафоны вышли на принципиально новый уровень. Я участвовала у Елены Блиновской по меньшей мере в пяти марафонах, начиная с самого первого ее марафона желаний. Все участники таких марафонов должны загадать несколько желаний и выполнять домашние задания от Блиновской. Минимальный тариф составлял 2000 рублей. Это стоило, как и всегда, по-моему, там не менялась стоимость, по-моему, 4 тысячи с обратной связью. И я точно не знаю, не помню тоже, сколько было людей в группе, но было довольно много. Обратная связь — это проверка домашки и консультации в чате с кураторами. Наверное, на одного куратора обычно идет где-то около 300 человек, а сколько кураторов — неизвестно. Кстати, всего за 200 тысяч рублей участники могли лично пообщаться с Блиновской. Но к 2020 году в марафонах поучаствовали предположительно около 150 тысяч человек. На тот момент Forbes уже оценивал выручку Блиновской в несколько сотен миллионов рублей. А сама Блиновская начала в буквальном смысле собирать стадионы. А что вы сегодня ждете от себя? Я считаю, что ситуация с Еленой Блиновской — здесь изумительная комбинация пандемии и последствия войны, и как следствие отчаяния, безденежья и безысходности у людей. И именно это послужило для людей. Это та эфемерная соломинка, за которую они пытаются ухватиться. Тем временем сама Блиновская богатела и не стеснялась демонстрировать свой достаток. На празднование своего 40-летия в 2021 году Блиновская потратила около 120 миллионов рублей. На этом празднике выступили Филипп Киркоров, группа «Звери», певицы Светлана Лобода и Нюша. Вели торжество Иван Ургант и Ксения Собчак. Она же, кстати, взяла Блиновской интервью, ставшее впоследствии самым знаменитым. Сколько в итоге, немножечко дам косплей, дудя, сколько ты зарабатываешь в год? Форбс подсчитывает примерно, что это 300 миллионов в год. Какие реальные цифры? 200 миллионов звучат цифры. Та сумма, которую ты сейчас назвала, это столько примерно я плачу налогов в год. 300 миллионов налогов, прости, или налогов с этой суммы? Нет, нет, налогов. Я плачу налогов не один десяток миллионов. Кстати, тогда же, в день рождения, Блиновская в своих сторис предложила отправить ей любую сумму, даже один рубль. Позже в интервью Собчак она рассказала, что получила от подписчиков 2,5 миллиона рублей. Это, конечно, для меня вообще в принципе феноменальный блогер, если так можно выразиться, который делает деньги в прямом понимании из воздуха. Первый звоночек прозвенел в марте этого года. Тогда СК завел несколько уголовных дел об уклонении от уплаты налогов на крупных блогеров. Например, Валерия Чекалина, известная как Лерчик. Она раздробила свой бизнес на нескольких юрлиц, оформленных на мужа и родственников. В результате ее обвинили в неуплате 300 миллионов рублей налогов и оставили под подпиской о невыезде. И, соответственно, когда у тебя появляются большие деньги, я думаю, в голове у тебя появляется момент, а могу ли я максимальное количество их оставить себе. Поэтому появляются мамы, папы, бабушки, коты, попугаи. На кого ты можешь сделать еще одно ИП, также сделать на него патент, быть там наемным и, соответственно, получать деньги на то ИП. Экономя, опять же, деньги, платя те же там чуть меньше 50 тысяч в год и спя спокойно. А потом ИСК возбудил другое дело. На этот раз против обоих супругов Чекалиных, по подозрению в отмывании 130 миллионов рублей. Досталось и Александре Митрошиной, ей вменили у него плату 120 миллионов. За неделю до задержания марафонщицы издание компании оценило состояние супругов Блиновских в 1 миллиард рублей. На аналогичную сумму налоговая оценила и задолженность Блиновской. Ее обвинили в том, что с 2019 по 2021 годы она получала доходы на расчетные счета 18 организаций и трех ИП, применяющих упрощенную систему налогообложения. Ты как ИП платишь налоги? Нет, 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 я уже перешла давно за все упрощенные схемы, я плачу НДС. У нас есть образовательная деятельность в законе, и по закону на образовательную деятельность АКВЭД, это такой код деятельности 85.41, который используют блогеры в том числе. На этот АКВЭД дается патент. Патент – это такая льгота, льготная система налогообложения. И, как правило, если мы видим выписки из единого реестра индивидуальных предпринимателей, что блогеры используют АКВЭД, то наверняка они все научены уже между собой, они берут и покупают вот эту вот льготную систему налогообложения, патент, ее используют. И вот как раз-таки в таких случаях, когда лимит патента заканчивается на 150 миллионах, у них начинаются проблемы. В доме Блиновской в коттеджном поселке Миллениум Парк в Истре прошел обыск. Следком даже показал своеобразный рум-тур по особняку марафонщицы. Вот несколько мотоциклов и автомобили премиум-класса. А вот гардеробная с люксовой одеждой, аксессуарами и украшениями. Силовики также допросили ее мужа Алексея в качестве свидетеля. На него записана часть бизнеса. Саму Блиновскую оставили на ночь в следственном изоляторе. Теперь ее коллеги по цеху гадают, что будет дальше. Жареным пахнет. Ему дадут лет 15, да, как соучастнику, а ей условку. Другой хороший вопрос, почему государство именно сейчас обратило внимание на инфобизнес. В телеграм-каналах уже пишут про черный список из более чем 30 блогеров-миллионников. Включая Егора Крида, Оксану Самойлову и Викторию Бонюо. За которым, похоже, уже выехали. Я много думал на эту тему, и я считаю, что здесь проблема в том, что моя теория в государстве, в казне не хватает денег, элементарно. А мы говорим здесь про миллионные, практически миллиардные, как 918 миллионов. В случае с Еленой Блиновской это восполнение дыры в бюджете. А дыра в бюджете она есть, она доказана, и там большой дефицит. И я считаю, что сейчас всеми способами будут стараться достать деньги. Это, наверное, самый один из способов. 28 апреля в ИСК заявили, что Блиновская, раскаиваясь в содеянном, признала вину в полном объеме и пообещала погасить долг. Суд отправил ее под домашний арест до 26 июня. До встречи. Накануне своего задержания Елена Блиновская выступала перед многотысячной аудиторией на бизнес-форуме «Амаконф-2023» с речью о построении личного бренда. Пока непонятно, чем закончится ее личное дело, но вполне возможно, скоро мы увидим очередной продукт. На этот раз о финансовой грамотности. Основаны на собственном опыте. Потому что у Лены 11-й аркан в падении. Человек, у которого 11-й аркан в падении или на дне, ни в коем случае нельзя уходить от налогов. Или как-то нелегализовать свою деятельность, сотрудников и так далее. Субтитры создавал DimaTorzok